Несколько дней упорных тренировок и вот сочинские юнормейки в эпицентре военных игр. За каждой из них была закреплена иностранная команда. Девушки не просто несли таблички с названием страны-участницы, но и были правой рукой для спортсменов. Объясняли, рассказывали, направляли, чтобы все прошло без сбоев. Сегодня юнормейк торжественно поблагодарили за проявленный энтузиазм. За два дня до открытия мы приехали и тренировались с 8 до 12. Было, конечно, тяжко, но безумно интересно. Мы познакомились с внутренним устранением этих игр. Не просто с трибун смотреть, а изнутри. Юнормейки, участвовавшие в проведении всемирных военных игр, студентки поликультурного колледжа, будущие педагоги. Но пока девушки решили походить с троем и в ближайшем будущем не покидать ряды молодежно-патриотического движения. Это интересно, к тому же женщины не часто в армии, и хочется как-то это продвинуть, сделать акцент на том, что женщины тоже это могут. У нас многие девочки в будущем собираются пойти в армию, поэтому отрядом пойдем. Сочинские юнормейки были единственными представителями нашего города на всемирных военных играх. Все остальные помощники организаторов специально прибыли из Москвы. Проявили мужественность девочки, потому что, как сказал начальник ЦСКА, зимние военные игры – это боевое задание в мирных условиях. Ну, вы понимаете, какая обстановка. И когда такое большое мероприятие военное проводится, в общем-то, достаточно было сложно. Поэтому они терпели. Они терпели там все тяготы, связанные с режимностью этого мероприятия. Выдержали все. Никто не плакал. И, как положено, будущим военным провели на высшем уровне. Очередное мероприятие, в котором примут участие сочинские юнормейцы, пройдет 18 марта в день воссоединения Крыма с Россией. Всего в рядах городской юнормии 400 человек. Главная задача движения – решать вопросы патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения. Одним словом, из юнормейцев воспитывают патриотов страны, а не военных. Галина Моисеева, Ингагабеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».